Итак, всем привет, дорогие зрители, с вами Риджат, и у нас получается... О, какие пиксельные тени, посмотрите, что происходит. Игра возвращает на свою эпоху PlayStation 2, посмотрите на эти тени, видимо, еще не все прогрузилось. У нас четвертый сегодня, короче, день четвертый, и, скорее всего, ну, я надеюсь, что последний день в этой игре, потому что, ну, реально, по всем срокам сорвалось, думал, вчера еще пройду, но нет, игра не подумала заканчиваться. Она, как бы, мне сказала, что ты зря, ты зря подумал, что я на 14, на 12-14 часов зря ты так подумал, братюня. Я даже не подумаю заканчиваться, и, короче, короче, мы, короче, мы сегодня продолжим проходить. Получилось. Просто продолжим проходить. Нужно разогнаться. Ну, я попытался, на самом деле, разогнаться, может быть, вот здесь заехать. Я, естественно, игру не виню, ни в коем случае не виню за то, что она такая продолжительная, наоборот, это очень круто, но... Ну, что? Просто... Жизнь! Просто неожиданно было для меня. Получилось. Как будто удивлена. Ну, чуть-чуть. Ну, на самом деле, это круто, что она длинная, потому что, ну, последняя часть серии нужно наиграться, как бы, вдоволь, нужно распробовать ее как можно лучше, да, и восхититься и насладиться в полной мере. Окей. Окей. Эм... Они знали, что надвигается беда. Так, 5 июня 718-го. Сегодня по рейте пришла еще одна партия ящиков без какой-либо маркировки, зато в сопровождении отряда вооруженных солдат. Хоть мне и было страшно, но я приступил к проверке ящиков, когда мне довольно грубо приказали остановиться. Я хотел было возмутиться, что мне приказывают пут-тарабун, но, повернувшись, наткнулся на взгляд отца-основателя Тью. Это было в первый раз, когда я вот так вот столкнулся с одним из отцов-основателей. В горле у меня пересохло, и я понял, что боюсь открыть рот, ведь слова мне нужно было подбирать очень осторожно. Я сказал ему, что всего лишь хотел проверить вес груза, на что он жестко ответил, что в этом нет никакой необходимости. Я вздохнул с облегчением. Едва только его внимание привлекло что-то другое. Так. По правде говоря, я успел заглянуть в ящики еще до того, как отец-основатель Тью остановил меня. Сабли, пистолеты, порох. Судя по количеству ящиков, этого было достаточно, чтобы вооружить целую армию. Я не сказал об этом Эллиноре, ей и так хватает беспокойства из-за исчезновения ее брата Джека. Но я должен сообщить об этом своим друзьям. Идеалы, которые дали начало Либерталии, стоит защищать, пусть даже от самих ее основателей. Как только я смогу быть уверен, что Эллинор и маленькая Эбигейл в безопасности, я отправлюсь в город и расскажу всем остальным. До тех пор мне лучше не высовываться и просто наблюдать. Понятно, что ничего не понятно, да? Классик. Что у него тут какой-нибудь секретик еще имеется? Да, секретик, разумеется. Как же без секретиков? Так, одну секунду, забыл превьюшку включить. Как же без превьюшки? Без превьюшки никак нельзя. Без превьюшки это не очень фаново. Так. Смотрю на Твича до сих пор она в каких-то адовых топах находится. Это игрулечка. Все, теперь превьюшка есть. Все хорошо, все отлично. Так, надеюсь, я тут... Да, все включено. Пещера такая живописная. Не знаю, здешних дизайнеров, по всей видимости, сделали рабов. Потому что какое-то нереальное количество локаций отрисовано. Просто, просто жать. Так, опять куда-то вверх лезть. Опять куда-то лезть вверх. Опять решать какой-то... А, вон вижу водяное колесо. Опять решать какой-то сложнючий пазл. Горячо, кстати, всех приветствую на трансляции. Не вижу пока что никаких комментариев. Но они были, но пока превьюшка появлялась. К сожалению, не успел посмотреть. Поэтому, просто так скажу всем привет и приятного просмотра. Какой-то замок мы нашли. Замок с кодом 18 век. Выглядит внушительно. В смысле? Мы еще лифты не активировали. С чего ты взяла, что можно уже загонять? Или что, подождите. Или ее реально уже можно загнать? Сейчас посмотрим. Смотрите, мне сказала Елена, да? Она мне сейчас сказала это прямым кексом. Давай загоним машину в лид. Я такой, ну окей. И? Идем, надо искать сами. Так, давай поставим машину на подъем. Поставим на подъемник, да? Зачем вы мне это говорите? Если ее не поставить. Не понимаю. Я не понимаю этого прикола. Так, Nemesis Killer, Оля PlayStation, привет. Дракман говорил, что пока не сделаем работу, домой не поедем. Это именно так и было. Ну чего опять от меня хотят? Ну серьезно, ну чего? Да я знаю, что надо искать. Как мне лифты этот чертов опустить? Ты меня-то скажи, подружечка. Что с ним сделать? Что с ним сделать? Уже так утомили эти колеса, блин. Давайте мне уже финальную бойню. Я готов уже схлестнуться с пятью джадернаутами, с шестью гранатометчиками. Я уже вот этого жду. А вы мне тут все с колесами. О! А, это хрень. Не буду я тут брать пистолет. Лучше не запрыгнуть. По-моему, лифт уже работает. А как? Как его активировать, ребята? Я не понимаю. Если он, лифт уже работает, то как его активировать? Чтобы он спустился, машину-то не загнать. Может, как-то туда прыгнуть? Я не знаю. Честно, я не знаю. Что тут делать надо? Туда запрыгнуть, что ли? Залезть вот так вот сразу же. А! Ну, как-то это... Нельзя было пометить, что ли? Чтобы Елена, я не знаю, показала, что давай поднимем. Подошла бы туда. А, Мультистронг, привет. Привет, дружище. Ты сказал, что тебя не будет сегодня. Как у вас вообще дури хватает все это удерживать? Давай, драйку, давай, на плечико поставь. Красавчик. Так, поиграл полчаса в Doom 4, жутко доволен. Мульти, я, кстати, тоже попробовал уже чуть-чуть, совсем чуть-чуть в Doom 4. И вроде, да, вроде. Вроде очень неплохо. Весьма неплохо. Я бы даже так сказал. Опять шикарный вид, опять можно сделать криншот. Открытка. Либерталь. Прекрасно. Уже было бы, как бы тебе есть. Хе-хе-хе. Так почему ты передумала? Хм? Я сказала, что могу не довериться. Ну, ты получше являсь. Не могла же я тебе не помолчить. Я же все-таки. Я бы тебе давала. Вы че? Вы че в церкви венчались, друзья? Ну, обними ты свою женушку-то. Обними уже, наконец. Или у вас все уже, страсть все угасла? Вроде молодые еще. Молодые, красивые. Так. Будет ли Half-Life эпизод? Ты же вчера спрашивал, Black Heart. Не могу. Глючит. Все обсуждать и решать. Вместе. Командой. Я понимаю. Ну, правда, просто... Я... Я... Знаешь, давай лучше потом. Не будем отвлекаться. Ленусик-то тоже вспотела, как Дрейк. Курс на новый демо. Воу. Офигенно. Скрин. Давайте помолчим. Такой созидательный момент. Черт подери. Ну, эта игра соберет вот сто пудов. В конце года соберет все награды за технологическую... Техническую, точнее, составляющую. О, вот он, по-моему, этот основатель. Смотрите, какой тоже красивый водопад. Жесть. Как настоящий. Я просто видел парочку водопадов. Ну, и таких здоровых, конечно. И тут прям... Прям красотища. Гелик КМД, привет. Так, вот этот момент с машиной просто до мурашек прибирать. Согласен. Красивый момент. Очень красивый момент. Да я бы даже эту игру Uncharted там не называл. Я бы ее называл... Красотища 4. Вот просто. Этой игре Uncharted не подходит. Красотища 4. Самая красивая игра 4. Ваши глаза будут ежесекундно получать миллионы оргазмов. И оргазмируют так, что вы потеряете сознание. И в другую сторону. О, черт. Охереть. А как я вообще управлять на машину? Спродевайте. Спродевайте, цепляйтесь. Братишки. И сестрички. Прилетите. Дафак. Так, почему без вебки стримлю? Потому что я эти фотажи потом для обзора буду использовать. А в обзоре мне не нужны. Мне не нужна своя физиономия. Поэтому и без вебки. Смотрите, как она что-то врально взрывается. Только звук немножечко раньше. Ну вот сейчас раскачиваться надо. Давай. А как? Ну не хватает, блин, раскачки. Не хватает. Ну что за дебилизм? А вы в этом, ребят, сложно наутидок. Ну это пошлять. Куда прыгать? Куда прыгать? Объясните мне. Куда? Прям водопад? Куда что ли прыгать? Я не знаю. А потом из-за этого дерьмового геймдизайна мне пишут комментарии, что я туплю везде. Вот что тут делать? Объясните мне. Я не вижу нигде ничего. Ну окей. Давай сильнее раскачаемся. Давай сильнее раскачаемся, дрэйк. Вообще просто охренеть, как сильно раскачаемся. А, вот так. Понял. Окей. Ну, прощай, машина. Пошли. Я не защитить тебя пытался. Ну, просто я же обещал больше в такое не ввязываться. Мы обещали. Но я все же полез. Я скрыл это, потому что я боялся. Да? Чего? Тебя потерять. Так что я скорее защищал себя. Понимаешь? Какие вы оба красавцы хочу издомить. На, мне еще далеко идти. Давай, пойдем. Елена в этой части прям вообще. Прям вообще такая красотка. Хотя она и в третьей части стала симпатичней. Ой, а вот в первую, в вторую она мне вообще и официально не нравилась. Вот то, как ее перерисовали, конечно, это круто. Вот тоже, опять же, крутой ландшафт. Смотрите, сколько всех этих мелких травинок, всех этих, типа, подподорожников, плюс то с камнями. Вот это вот реально круто. Вот это вот реализм. Так. Эта игра больше на Last of Us похожа. Ну, тут много наработок из Last of Us. Я так скажу. Так. Зарисовал, по-моему, он это место. Ну-кась. Читать. Из чего сделаны пиратские мосты, ветки, грязь, камушки, волосы из бороды, палочки от леденцов, изолента, сломанные кости, старые деревянные ноги, самоуважение. Арр, мой папка. Мало меня обнимал. Ты че такое? What the fuck is this? Ну ладно, как скажешь. Как скажешь, шутничок. Она тут заспаунилась. Вы видели это? Первый раз вижу, чтобы из воздуха персонажи появлялись. Так, жаль, Хлои нет. Да, Хлои не хватает. Я бы хотел посмотреть, как Хлою перерисовали. Но на самом деле она в мультиплеере присутствует. То есть, бете мультиплеера... В бете мультиплеера не было, Хлои. А в полной версии должна быть. Но я мультиплеер вообще еще не тестил. Кстати, будет обязательно... Будет обязательно отдельный стрим мультиплеера с Брейном. Может, потом проведем здесь отпуск? Ага, может быть. Проведите здесь отпуск. Может, тут жить останетесь? Денру, привет. Хлоя на пенсии. Постарела, да, жестко. Нейт хотя бы избежал мести от Елены. Да, вот как раз таки мести он избежал. Ну, а зачем ему мстить с другой стороны? У них и так в прошлом столько... А, вон, вижу. Ну, как туда запрыгнуть? Они уже расходились, сходились. В третьей части же они вроде как... До событий третьей части они поженились, потом разошлись. И в третьей вроде как Дрейк закончил. Должен был закончить свои приключения. Есть степеница с Еленой. А тут опять взялся со старой. И, ну, тут он не из каких-то корыстных побуждений. Здесь он, наоборот, как бы пытался братцу помочь. Братец, конечно... Братец, конечно, немного обманул. Но, тем не менее, здесь уже Дрейк какой-то такой, знаете. Ну, реально изменившийся. Он уже не авантюрист. Он уже не тот... Не тот рубаха парень. Он здесь больше думает, а... Ленусики. Синема Мэдик, привет. Тут один? Ты кому сказал? А, вот этому пареньку. Окей. Так, с еще одной записки. Какие у них тут у всех почерки красивые. 1 апреля. Никому не верю. 18-го. Сегодня в полночь я попрощался с Эленор и малюткой Эбигейл. Они с другими беженцами отправились в путь к мирным берегам на борту быстроходного. Надеюсь, что вскоре я смогу воссоединиться с ними. Отцы-основатели отняли у меня все. Отняли у каждого из нас. Но немногое, что пожертвовало когда-то золотом, потраченное или хранится за высокими стенами Нью-Девона. Скоро узнаем. На рассвете мы выступаем, чтобы вернуть себе то, что наше по праву. Они не смогли противостоять нам у сокровищницы. Не смогут остановить нас теперь. Дорогая моя Эленор, милая моя Эбигейл. Если суждено мне подгибнуть, если суждено подвести вас, знайте все, что я когда-либо хотел. Это счастье и достатка для вас. Возможно, хотя бы у вас будет шанс на хорошую жизнь. То есть он вот тут вот, он тут умер, да? Ну, надеюсь, что его семья, семья спаслась. Но бумага бы, конечно, не осталась. Триста лет бы она тут не продержалась. Я думаю, даже труп бы уже исчез. Хотя, кто знает, тут же влажность постоянная. Лена, не подскажешь, куда дальше? Как же часто тут возникает этот вопрос, а куда дальше? Куда дальше? Куда дальше? По идее, нам туда нужно. А тут никаких выемок нету, никаких выпирающих скал нету. А, пещеру, может быть? Мы-ка сейчас посмотрим. Лена-то не устанет ползать с нами на равниях. Хотя она тоже вроде как выносливая. Вот серьезно, когда показывали главу их личной жизни, нужно было показать, что они ходят в этот кружок скалолазов. Что типа поддерживают себя в форме. Потому что, я думаю, вот эту вот сноровку, ее можно очень быстро растерять. Это же постоянно нужно держать тело в тонусе, держать тело готовое к таким испытаниям. Опа. Предатель. Кстати, вот это вот уже в заставке. Такая вот клетка. Клетка, подобная клетка. Тоже с каким-то чуваком, может. Может даже вот с этим, хотя нет, там какая-то капитанская шляпа была одета на чуваке. По-моему. А, можно наверх прям залезть? Ну давай, собирайся. Красавчик. Просто километры джунглей, ребят. Так. Так, 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 так. Больше ничего? О, 18 глава. А, это похоже на правду, кстати. Вот то, что, то, что Лена предположила. Может быть, действительно хотели заманить, да обобрать всех. Какая, какая нахрен свободная страна для пиратов. Тоже мне кажется, это чем-то странным. С самого начала казалось чем-то странным. Нужно немного помочь. Такс. Ой. Че ж ты не прыгнул-то? Че ж ты не прыгнул, драйку? Не настраивай меня так. Ты должен прыгать, как бебезьянка. Взял мадилу чувака, нарушил. Вон опять этот флаг. А мы выше сможем запрыгнуть? По-моему, нет. Лена, ну я бы не рисковал за мной идти. Пока что я до конца не сообразил. Правильно ли я иду. Или же неправильно. Все нормально? Да. Ух ты. Вот че на пираты, Эвери. Неплохой райончик. Порушен, правда, слегка. И водой подмочен. И с канализацией проблемы. Ну, косметический ремонт может спасти. Посмотрим. Ясно. Подорвали вон ту дамбу. Отсюда и вода. Я и забыл. Что ты у меня крутая. Как думаешь, в каком доме жил Эвери? Ну, думаю, что... В этом. И он еще целый. Да ты у меня тоже крутой. Ну, знаешь, у меня все-таки опыт. Да и почитал кое-чего... Черт, черт. Что? Что там? А, дверь. Ранен серьезно. Ну, то есть мы не знаем, насколько серьезно. Смотри, как бы люди на день не появились. Ага. Ребят, ну я охреневаю просто. Ну, у нас позади километры пройденных локаций. Думаешь, ну сейчас подойдешь... Подойдешь к какому-то, наконец, узкому пространству. И тут тебе открывается твоему виду еще более... Ха-ха. Грумные локации. О-о-о-о. Я не знаю. Это просто как... Была, не была. По-моему, у них ежесекундно задача была у... Девелоперов. Слушайте, а куда тут? Это некуда прыгать-то. Если попробовать проплыть. Ну, давайте попробуем. Ежесекундно просто поражать игрока красотой и количеством вообще мест, локаций для изучения. По-моему, у них такая задача была. Смотрите, опять же, как красиво это. Кувшинки, да? Даже с ними взаимодействовать можно. Лягушка там прыгнула. Какая-то яркая лягушка. Это значит, если она красная, ярко-красного или оранжевого цвета, значит, ядовитая лягушка она может отравить. Надо осторожнее. То есть, прикасаться к ней нельзя. Что-то, по-моему, показывали по-нашему. Чего график. Они как раз в таких местах и водятся. Ну, вот знаете, с чем недостаток? Недостаток, а с животными всякими. Потому что в джунглях дохренища москитов, всяких там, всякой, короче, живности. Этого реально дохрена в джунглях. А тут только в основном цветки и лемуры. Иногда мухи пролетают. Нет, на самом деле это как раз таки живности в таких местах много. Это я вам точно говорю. А ну окей. А у меня... А у меня как назло. У меня как назло гранатомёт. У меня как назло гранатомёт. Нечем воевать. С пареньками. Так. Дрейку всё ещё на свободе. О, как красиво смотрится. Вот когда из тёмного помещения на улицу смотришь прям вообще какой-то ре... Реализм овер 9000. Не, он тебя не слышит. Вот Елена не охреневает от того, какой жёсткий вообще убийца Дрейк. Вообще же на изи чё валит. Просто берёт и убивает людей в кустиках. Нет, у нас конечно есть выбор их не убивать, но всё это тебе... А... Удобнее-то всех устранить. Как мне кажется. Так. Ты попал, чувак. Ну вот смотрите. Вот это вот, кстати, глупо. Вот, блин. Ну вот это раздражает. Потому что, ну представьте, кто-то подошёл, ты на обрыве стоишь. Кто-то подошёл, тебе сзади епнул. Да ты бы заорал, как резанный. С высоты до полетел. Он такой... А-а-а. А-а-а. Вот это непроработанный момент, откровенно. Раз уж вы... Ребята, сделали такой уклон на стелс, это нужно было продумать. Чтобы он с обрыва не выпинывал их. В стелс режиме. Эй, эй, что такое... Ах, пицца, подъеду. Так, тихо. Ну а что там? Ничего, всё нормально. Ага. Стелс экшен, просто... Овер 9000. Я представляю, как они быстро палят на... На... Максимальном уровне сложности. Но на максималке, на крашинге, так называемом, я думаю... Вообще, просто громаднейшей геймера той игрой. Не будет проходить. Я, наверное, может, даже и пробовать не буду. Не хочу портить впечатление от такого... Щелевра. Там наверху ещё один чувак. Как наверх забраться? Как забраться наверх? Чувак на крыше. Долбанный Карлсон. Как ты-то туда забрался? Сволота. А, я понял, как ты туда забрался. Поразрушенная крыша. Так, где он? Он где-то тут. Хорошо. Так, вот сюда, что ли? Так. Нет. Не знаю, как ты туда забрался. Сволочь. Так. Ой-ой-ой. Я спрятался. Чёрт. А это ещё что? Всё нормально. Всё нормально, чувак. Всё, ну всё отлично. Ой, как их тут много. Ой, как их тут много. Так. Так. Ну вот ты! Нига! Нига-хига! Как ты туда залез, а? Ну-ка, расскажи мне. Вот я сейчас этих перебью, твоих товарищей. А вы чё вдвоём стоите? Чё вы друг на друга влюбились, что ли? Ну-ка, разошлись. Гомосити. Чё они друг на друга смотрят? Может тут диалог какой-то забаговавшийся. Я не знаю, что делать. То есть с другой стороны, в принципе, сюда болни. Тут два чувака стоят. И вон ещё чувак. И вон ещё чувак. Я в шоке. И нахер. Заманали. Реально заманали? Чё вы мне тут за сплинтер сел устроили? Слепуй, давай стреляй, со что не стреляешь? What the fuck is this? Так, гранаты, гранаты, гранаты на R1. Нет? Вау! Спрыгивай, спрыгивай хер с ними. Сейчас откуда-нибудь отсюда их перестреляем. Ой, у него гранатомёт, по-моему. Ой, у него гранатомёт, по-моему. Или это снайпер? Это, возможно, снайпер. Уже откуда-то со спины. Ну, всех со спины перебил. Ну, конечно, чё? Да пошло всё в жопу просто. Пошло всё в жопу. Я отсюда. Ну, естественно. Откуда? Чё это? Чё это за чушь? Просто задолбали. Вроде устраняешь всех. Специально тебе игра каждый раз за спину врага спауни. Специально. То есть ты уверен, в принципе, в том, что ты... Жадер, кстати, идёт. Ты, в принципе, уверен в том, что ты убил всех сзади. Но нет, какая-то паскудина там всё время выживает. Как бы говорит, they are here. Here I am. Почесать тебе спинку. Что бы мне говорит враг. Призывай. Это правда. Мне ничем стрелять. Или чего я взял патроны? Офигенно. Ребят, это на восемнадцатой главе. На восемнадцатой главе. Не финальная битва ещё. Ты уже потеешь так, что... Да вообще супер, ребят. Давайте все... Почему у всех гранатомёта нет? У меня только такой вопрос возникает. Я как бы хочу, чтобы все были с гранатомётами. И все джадеры. А мне дайте рафику косую. Вот это вообще круто. Просто вот это вот. Идеально. Идеальная формула геймплея. Боже, я люблю. Где мне оружие взять? Мне нечем воевать. Тут жадер. Тут жадер. Молодцы. Ну вот вы только что пронаблюдали. И здешний. Окей, нашёл. Снайпер там целится. О. А, гранатомёт мой остался? Ну ладно. Сколько же. Сколько же тут. Ну убил. Убил. РПГ-7 не убил. Нет. Слишком слабая. Ребята, ну вы дайте мне оружие-то. Я чем в них стрелять-то буду, в этих снайперов? Спасибо. Услышаны мольбы. Я не знаю. Я не знаю. Ну что такое. Ну что такое? Ну что такое? Ну засади ты гранату ровно. Ну должен же был убить. Ну так-то жёстко сделали, что снайпер убивается на острову. Я не знаю, как-то сложно получать удовольствие от таких перестрелок. Ну правда, что не перестрелка, то какой-то геморрой, хотя я на нормале играю. Может, через пещеру пройти? Стоит посмотреть. Так. М14 кастом, это чё такое? Нет, охрен, у меня патронов мало. Лучше я эту оставлю. Фух, ладно. Выдохнули. Просто вот смотрите, я вам объясню, в чём моя претензия. То есть ты пытаешься по стелсу пройти, а локация максимально сделана неудобно, чтобы тебе пройти стелсом. То есть вот какого хера вот там этот парень? Он вот так вот что ли прыгнул, да, и вот тут вот тусовался. А как мне к нему подойти? Если мне нужно его устранить, если он меня спалит, то там два парня, которые друг на друга лупятся. И как это проходить? То есть на нормальном уровне сложности, чтобы пройти стелсом, я должен вообще адово извертеться всё, изучить всё, смотреть это. Ладно, на максимальном, да, на максимальном. Ну, на нормале-то не должно быть таких проблем. Понимаете, вот в чём проблема. Может, это и глупая претензия, но... Мне почему-то такие промашки не нравятся. В пещеру лезть. Да, судя по всему, да. Угу. Чё, типа плыть надо, да? Ну, пойдёмте. Пойдёмте, поплаваем, я не знаю. Надеюсь, верно. Занырнёшь дреку сам. В отличие, кстати, от прошлых частей, здесь не так часто приходится плавать. Вот ещё я заметил. Хотя есть этот целый уровень, где можно хоть всё плавать. В принципе, тоже прикольно. А это тот же самый дом, или это уже другая часть устрова? Дождь, что ли, пошёл? Дождь, что ли, пошёл? Или это просто... По-моему, дождь. Ну, ладно. Может, от водопада просто брызги. Жуть какая. Что это про чё? Хо-хо. Ну, её повешали, у неё руки связаны. Её повешали, её убили. Ну-ка, сейчас прочтём. Отец-основатель Уонт, я обещал вам скорую месть. Что вы забрали у меня, я заберу вас, отец-основатель Болдридж. Окей. Опа, основатель? Ммм. Да, похоже, они стали врагами. Но почему? Жадность, паранойя, деньги. Ну да, больше денег, больше проблем. То есть, вот оно что. То есть, два отца-основателя что-то не поделили между друг другом? И поэтому эта хрень произошла? Смотри, тут можно забраться. Или кто-то у кого-то жену увел? Надеюсь, нам откроется ответ на этот вопрос. Так, мульти, огромное тебе спасибо, что следишь за спойлерами. Прям, я не знаю, мега-респект. Очень не хватало на первых стримах такого человека, как ты. Куда? А, заныривать, наверное. Заныривать, щас. Щас нырнем. Куда же, куда же, куда же, куда же, куда же, куда же, где? А, всё, разобрались. Круто, я сброшу сюда один. Нет, чё получается? Забраться надо. Давай, дружок, давай, дружок, из воды вылезешь? Вылез. Красавчик. Он, кстати, только единожды может пользоваться своим этим кулышком, да? Может, чё ещё есть? Вот, тоже прикольное местечко. Ну-ка, давайте попробуем нырнуть а-ля Лара Крофт. Ну-ка, получится, нет? У-ху! О, смотрите, он сгруппировался. Круто. А, чё ты хочешь сделать-то, Дрэка? Я, если честно, сам не понял. А, вытащить его. Ты зря про папу говоришь. Захочет Елена сейчас ребёночка, и ещё не отверчишься? Тогда уж точно никаких приключений. А, всё, понял. Ну ладно, это по классике. Да, мы вперёд. О, как мило. Хочешь сделать меня приманкой? Не, я просто джентльм. Хе-хе-хе, просто подкалываю. Да уж, уже всего исколоть успела. Спасибо. Спасибо. Ну, неплохо. Ну, как? Нормально. А ты? Вымых до нитки. Устал, побит. И есть хочется, честно говоря. Но как? В остальном всё тиркал. Да. Фух. Ладно, всё. Пора идти. Зато вам будет столько всего, что детям рассказать. Хе-хе. Насыщенней историей ни у кого из ближайшего окружения не будет. Разве что, может быть, у Салли. Я так понял. Сюда надо, давай. Давай, дружба. Попробуем пробраться через этот дом. Посмотрите, как тут тоже под водой красиво. Блин, вот разослышься на игру чуток, а потом она тут же, тут же как бы всё окупает своей непередаваемой внешностью. Ну и юмором, разумеется. У них, конечно, были натурмативы. Но ты не уверен. Как-то это странно. Затоплены все дома, кроме одного. Эвери. В точку. Ты погляди. Это кто? Аист? По-моему, аист. А может быть и этот самый. Может быть и чай как-то ещё. Больше на аиста похож. Ладно, неважно. Never mind. Не, аиста... Хотя они тоже рвут. Рыму. Фиг его знает. Фиг его знает, ребята. Во! Ещё одна птичка. Красиво. А это чё держит? Вишенку, что ли? Что-то голубь мира. А нет, это попугай! Это попугай! Он не болтает? Нет. Что это? Так, 9 сентября 1718 года. Отец-основатель Болдриш. Мне стало известно, что вы готовитесь напасть на меня. Будучи таким же пиратом, как и вы, а также вашим другом, и дружба наша началась задолго до основания Либерталии. Я прошу вас, прислушайтесь к моим словам. Мне неизвестно, кто посеял зёрна нашего нынешнего раздора, но в одном я уверен совершенно точно. Если продолжится эта гражданская война, всё то, чему мы посвятили свою жизнь, будет уничтожено. В историю мы войдём не как первопроходцы, а как дураки. Мы должны положить конец этой борьбе, вы и я. Объединившись, мы станем самой значительной силой на острове. Остальные основатели или присоединятся к нам, или падут, не имея сил противостоять нам. Если вы согласны, зажгите свечу у себя в кабинете этим вечером. Я сочту это знаком, что благоразумие вернулось к вам. Если нет, помните, и Уонт, и Инглэнд пытались убить меня, и их обоих постигла неудача. Отец-основатель Кундент. О, Джек Трейс, привет. Привет, добро пожаловать. Почать. Джек, уже успел пройти? Как тебе игра, если успел? Только не спалери. Я знаю, что ты благоразумный чувак, и никогда такого не сделаешь. Так, вроде правильно. Дворцы вот заброшенные вообще, конечно, у них офигительно получаются. Что у дизайнеров на Утидок получается лучше всего? Пейзажи. Даже пейзажи, вот, горные там, неважно какие. На втором месте дворцы. И на третьем, наверное, персонажа. И дальше все остальное. Ну, что не пейзаж, что сказка. Давайте-ка попробуем. О, пушка. Эй, посмотри. Эти пушки сюда откуда-то перетащили. Импровизированные укрепления. Они не ожидали вражды между собой. Ну да. Вот это вот местечко такое, что заскринить. Потом все эти изображения закину в группу ВКонтакте. Например. Ну, что-то не видно, чтобы ими пользовались. Даже ядер поблизости нет. Или ядра куда-то унесло. Потопить какие-то течения. Беспокойные воды. Все дела. Так. У меня же нет PS4. Но мне Эльгара все подробно рассказал. В принципе, это то, что я ждал от финала Uncharted. Ну вот я еще не знаю, чего ожидать. Дорогой Джек Троис. Сейчас я как раз-таки. Все ближе и ближе. Отхожу к финалу. Не знаю, сколько еще. Не знаю, сколько еще по времени осталось. Но судя по всему. Судя по всему. Мы в где-то часах двух-трех от финала. Чего, 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 чего. Чего там осмотреть? L3. Пропала. Пропала. Почему пропала? Нифига я не понял. Ну ладно. А, вон, вон, все, 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 все понятно. Или здесь нет? А, здесь нет прохода. Тогда нифига не понятно. Нифига непонятно. Ну сюда тогда подплыви. О, красавчик. О, красавчик. И все равно меня тянет назад, да? А как тогда? Подержишь? Я сейчас опущу пониже. Ага, спасибо. Да просто встань, как противовес, и все, все, стой, не двигайся. Смотрите. Оно даже не сдвинулось. Из тебя отличная гиря. Ну, в смысле... Все нормально. Я приму это как комплимент. Да, комплимент. Из тебя отличная гиря. Ну, правда, Лена наверняка толще, чем кажется. И вот у нее, наверное, точно кость широкая, знаете. Кость широкая. Тяжелая кость. Блин, куда? Куда, куда, куда? Может быть, тут что-то куда-то надо проползти. Опять я потерялся. Опять. Не-не-не-не-не-не-не. За эти люстры, что ли? Нет. Наверняка нет. Ничего не понимаю, что-то меня хотят убить. А-а-а. Сюда, что ли? Понял. 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 Окей, вопросов не имею. Ты же спокойно можешь ей везде веревку скидывать да поднимать. В чем проблема-то? Может так? Ну, проще было все равно, мне кажется, веревку скинуть, чем ронять шкафы. Уберем это с дороги. Ага. Елена создает видимость, что что-то поднимает. Ты на жилком моменте сейчас по сюжету. Ну вот, я на 18 главе из 22 или 23, не знаю, сколько точно. Короче, к концу ближе. Второй по старшинству, а есть еще и первый, да? Честно, я вот эти имена, вот этих вот пиратов, отцов, основанных я даже не понимаю. Не то, что не понимаю, не запоминаю. Господи. Господи. О, да тут вечеринка. Только мы опоздали. Эй, Нейт. Посмотри. Еще один знак. Господи. Что? Это они. Пиратские капитаны, которые основали Либерталию. Их здесь всех перебили на ужине. Что у них случилось? Я, конечно, не криминалист, но думаю... А трава. Главное, никто не убрал трупы. Это что, типа общество богатых пиратов-самоубийц? Так? Нет, это вряд ли. Не в их духе. От лица лорда Эвери приглашаю вас в свой дом завтра на закате. Для нас настало время отринуть былую вражду и вместе встать под знамя Бога и свободы. Подпись Томас Тью. Подпись Томас Тью. Ну, конечно. Хозяева не стали дожидаться конца вечеринки. Как это нелюбезно с их стороны? Выходит, они вызвали настоящий бунт, попытавшись присвоить сокровища. То есть, людей они убрали, а меж собой не разобрались. Тут дело вышло посложнее. Итак, Эвери и Тью позвали всех сюда, чтобы... Как уж там было... Отринуть былую вражду. Точно, отринуть вражду. Эвери произносит тост. Выпьем, братья. За Бога, свободу, все дела. Все осушают кубки. Кроме этих двух. Так элементарно. Все сокровища Либерталии переходят в руки двум людям. Это величайшие пираты в истории. И они все погибли в одночасье за этим самым столом. Невероятно. Да. Я... я извини. Прости. Ничего. Ну, раз хозяев вечеринки нет в доме Тью. Надо заглянуть к Эвери. Ага. Пошли. Что-то я не понял. Она что, то ли довольна, то ли недовольна Дрейком. Что-то какой-то взгляд у нее такой непонятный. Ухмыляющийся слегонца. Ну, давай, сорисуй эту красоту. Вот. Для потомков. Ну-ка, что ты там нарисовал? Ну, теперь все понятно. Почти, да? Почти все понятно. Я думаю, за что он такой зацепился. Че такое? Че-то он не всегда хватает. Лицевая анимация, да, согласен. Тут все взрыв мозга. Тут вся визуалка, Jack Trace. Просто взрыв мозга. Тут все красиво. Я не знаю. И мне... Я всю игру... Всю игру, разину в челюсть играю. Вижу. Смотри в оба. Хорошо? Она поняла, чего ему не хватало, поэтому он извинялся. А, то есть она в этом моменте типа поняла, чего ему не хватало. Но она так-то не понимала, что ли? Или она в этот момент поняла, насколько это для него важно? Может быть? Может быть? Закровище. О, слон какой-то. Могольский разукрашенный слон. Понятненько. За сбор, кстати, бонуса всякие... За сбор всякой этой... Что? Всяких коллектабелов дают бонусы, нам подсказали в очередной раз. Еще пушки. Как в поместье Тью. Похоже, я-то казался сильнее пушек. Что? Ну... Он же, в конце концов, отравил всех. Ну да, не смешная шутка. Да. Точно. Я вообще не понял, где тут шутка. Так, там нам не пролезть, но в любом случае и сюда. И теперь мы в доме Генри Эвери. Главного чувака. Генри Эвери. Самый главный из пиратов. Всем пиратам пират. Всем морским акробатам акробат. Хотя акробата тут... Из акробатов тут трое. Елен, Дрейк и Сэм. Слово дня, показуха. Так почему он не убил Тома Сытью? Он типа был правой рукой Эвери? Ну да, так и было. Представь себе работать на психопата с паранойей. Как на моей первой работе. А вот это смешная шутка. Да, ну он бы, наверное, вообще... О, Арфа. Он бы вообще звука не издал. Возвольствует... Стольки лет. А в грязи. Забились бы все эти... Воздуховоды. Да, да. Хотя там же струны натянуты. Может быть, и издал бы звук. Так, я отсюда пришел. Сюда, что ли? В какую яму тут прыгать? В эту? Опа. Так, наемники завалили входную дверь. То есть, они тут были, да, уже? Прятуши тут наследили. Куда они пошли? Так, что тут есть? Мм, удалось. Хм. В фолле 65 патронов. Фол оставить. Или снайперку. Чтоб там. 50. Ну, давайте 50. Это вроде посильнее дамажит. Ну, и где все наемники? Вот именно. Что-то они нам долго не попадаются. Они как будто исчезли. Думаешь, тут пираты-призраки? Даже не шути на эту тему. Да, мистики-то до сих пор не было. А мистика неотъемлемая часть. Вон чарта, да. Охренеть дворцы, да короли так... Ну, может, короли какие-нибудь так и жили, императоры, но это как-то слишком худо.